Добрый день! Меня зовут Правдиковская Евгения Николаевна. Я старший научный сотрудник Музея истории Лефортова. Наш музей является отделом музейного объединения Музей Москвы. Мы начинаем цикл лекций, посвященных общению сестер милосердия Утали Моя Печали, которая находилась в районе Лефортова. Сегодня у нас первая лекция «Сестры милосердия. Введение». Мы кратко коснемся истории создания института сестер, рассмотрим основные различия между общинами в Европе и Российской империи, а также рассмотрим основные этапы развития этого института в России. Термин «сестра милосердия» впервые использовал католический священник Винсент де Поль. В России его еще называют «Святой Викентий». В 1633 году он основал во Франции общество «Сестер милосердия», или, как он больше предпочитал говорить, «Дочерей милосердия». Винсент де Поль и герцогиня Луиза де Морияк собрали нескольких девушек из простых семей, которые были готовы посвятить себя служению бедным, бестолинам, но при этом оставаясь в миру, не давая монашеских обетов. Так появилось движение «Сестер милосердия». Святой Винсент определил форму этого движения так. «Их монастырем будут дома больных и дом настоятельницы, их кельи и комната, снимаемая в наем, часовней, приходская церковь, монастырским двором, городские улицы, затворничеством, послушанием, решеткой, страх Божий, покровом, святая скромность». Они ухаживали за больными бедняками, сиротами, позднее за ранеными солдатами, также работали в тюрьмах, оказывали духовную помощь чтениям, наставлениями и ведя религиозные беседы. Обществом ведал священник, а непосредственной руководительницей была настоятельница. Весенде Поль был уверен, что каждый раз в поле их деятельности указывает сам Господь. Цитата. «Потому что тот, кто говорит дочери милосердия, говорит дочери Божьей». Основатель первых общин дал ему первые правила, главные из которых – смирение и милосердие. Кроме того, необходимо было соблюдать простоту, бедность, целомудрие тела и души. А для этого необходимо беспрестанно трудиться, избегая любой праздности. Помимо обеда, бедности, целомудрия и послушания, дочери милосердия приносили и приносят до сих пор специальную клятву помогать бедным. Все эти обеты не церковные, ежегодные и постоянно возобновляемые. Формальный устав общества был утвержден в 1668 году Папой Климентом IX. Сестер милосердия, дочерей милосердия называют обществом апостольской жизни. Так в католической церкви называются объединения людей, верующих, которые, не принимая монашество, посвящают свою жизнь и деятельность проповеданию христианства католической веры. Необходимо упомянуть еще один очень важный институт женской благотворительности Чин Ди Канис в переводе служительницы. Он появился в III веке в Сирии. На них лежало попечение бедных, больных, заключенных. Чин Ди Канис исчезает в западной церкви в V веке, в восточной – в XII веке. Но в 1836 году в протестантских государствах вновь появляется институт Ди Канис. Среди них есть больничные сиделки, учительницы в приютах и школах, смотрительницы в богательниках, кухарки и т.д. Все они являются Ди Канисами. Во главе общины стоит духовное лицо, пастор и специально подготовленная сестра. Теперь коснемся ситуации в России. До XIX века специальных учреждений, занимавшихся уходом за больными, в России не было. В 1803 году по инициативе императрицы Марии Федоровны при воспитательных домах в Петербурге и Москве были учреждены так называемые вдовьи и дома. С 1815 года для постоянного ухода за престарелыми и больными при вдовьих домах появляются отделения серотопольных вдов. Их набирали из числа женщин, которые уже проработали в других благотворительных учреждениях императрицы не менее 15 лет. Также эти женщины прошли обучающий курс из теоретических занятий и практических, которые состояли из дежурства в хирургическом и терапевтическом отделениях больниц. Именно этот отечественный опыт был впоследствии использован устроителями первой российской общины сестер Милосердия. В 1844 году в Петербурге появилась первая в России община сестер Милосердия. Позднее она получила название Свято-Троицкая. Основателями ее были великие княгини Мария и Александра Николаевна, дочери Николая I, а также принц Петр Георгиевич Льденбургский и его супруга Терезия Васильевна. А в 1848 году появилась вторая община, Никольская община в Москве. Во главе ее стояли княгиня Софья Степановна Щербатова и доктор Федор Петрович Гаас. Уставы российских общин утверждались сначала императором, а позднее министром внутренних дел. Во главе организации стояли дамские комитеты, куда входили сами учредительницы и благотворительницы, а не лицо духовного сана, как это было в Европе. Если говорить о вкладе Русской Православной Церкви, то в православной традиции и до появления общин сестер Милосердия существовали женские организации, которые оказывали различную помощь людям. В заметном количестве они появились после 1764 года, когда указом Екатерины II было ликвидировано около половины всех женских монастырей. С XIX века нам известны так называемые женские послушнические монастыри, что-то вроде аналога первой общины Винсента де Поля. Эти женщины не давали монашеских обетов, но следовали монастырскому уставу. Они открывали сиротские приюты, богадельни, странноприимные дома. Однако подобные учреждения не получили поддержки гражданских и церковных властей и не развились в какой-либо особый институт внутри Русской Православной Церкви. Количество же общин сестер Милосердия в ведении Синода вплоть до 1917 года было единичным. Нам известны лишь две общины – Иоанна Ильинская в Пскове и Владычни-Покровская в Москве. В связи с этим предлагаю рассмотреть основные понятия и связанные с ними проблемы. Само понятие «сестра милосердия» не имеет четко сформулированного определения. На слайде вы видите определения российских и английских словарей. В медицинском справочнике это лицо среднего медицинского персонала в доролюционной России, предшественницы медсестры. Если в англоязычных словарях это прежде всего женщина-католичка, то в российских словарях «сестра милосердия» определяется как санитарный персонал. В связи с этим не случайно появление в России также термина «сестра Красного Креста». Возможно, лица, стоявшие во главе общества Красного Креста, осознавали узкую практическую деятельность своего института и поэтому хотели дать более четкое и правильное название своему персоналу. Однако дальнейшая монополизация учреждениями Красного Креста сферы обучения и образования сестер показала, что подобное разделение излишне. Термин же «община сестер милосердия» предполагает целый набор социокультурных функций, которые бы выполняли сестры. А именно медицинскую, просветительскую деятельность, благотворительность, миссионерство. Однако, согласно определениям российских словарей, целевая функция общин «сестер милосердия» одна – медицинская. Европейские же словари значительно расширяют области деятельности общин. Связующим звеном между этими двумя интерпретациями является, по сути, только медицина. А основная семантическая единица – милосердие – фактически таковой не является. Договорим поподробнее об общинах сестер милосердия в России. В России общины могли подчиняться разным ведомствам, иметь различные поля деятельности. Так исследователи выделяют три основные категории общин «сестер милосердия». Эпархиальные общины, такие как Владычне-Покровская община в Москве, то есть ведение Синода. Общины ведения Министерства внутренних дел, например, Свято-Троицкая, Покровская община в Петербурге. И общины РОК – Российского общества Красного Креста. В развитии института «Сестер милосердия» в России мы выделяем три этапа. Первый этап – это период возникновения общин. Временные рамки здесь несколько условные – 1844-1867 года. В этот период еще нет единых правил организации института. Очень многое зависело от личности основателя, его взглядов, статуса, финансовых возможностей. Таким образом, структура подчинения, сферы деятельности, правила приема в общину, внутренний распорядок жизни и даже облик «Сестер милосердия», а также слова их обещания, присяги, обета даже, могли сильно различаться. Однако в этот период сестры милосердия блистательно проявили себя во время Крымской войны в 1853-56 годах, когда в армии обнаружился серьезный дефицит медицинских работников. В 1854 году великая княгиня Елена Павловна учредила в Санкт-Петербурге крестовоздвиженскую общину «Сестер милосердия». Главным врачом и непосредственным руководителем общины стал Николай Иванович Пирогов. Это было первое в мире женское медицинское учреждение по оказанию помощи раненым во время войны. Деятельность «Сестер милосердия» была очень высоко оценена многими участниками боевых действий и особенно знаменитым военным врачом. Он очень много сделал для развития института «Сестер милосердия», так как его понимал. В это же время в Европе, имея опыт Крымской войны, англичанка Флоренс Найтингейл стала развивать Светский институт медицинских сестер. Второй этап в развитии института – это период расцвета общин с 1867 года по конец XIX века. Временные рамки, повторю еще раз, здесь несколько условно. В 1867 году Александр II утвердил устав «Общество попечения о раненых и больных войнах», который впоследствии был переименован в российское общество Красного Креста, сокращенно РОК. Структура общества много раз менялась, и, наконец, в 1903 году был принят нормальный устав. Он так назывался, нормальный устав. Общая схема управления видна на слайде. Почетными членами этого общества стал сам император, все великие князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица и представители высшего духовенства. Общество находилось под покровительством императрицы. С этого момента все вновь открываемые общины сестер милосердия в России находились в ведении РОК и подчинялись ему. К 1915 году, согласно списку сестер милосердия, назначенных для ухода за раненными и больными войнами, в ведомстве РОК находилось 118 общин и отрядов сестер милосердия при местных управлениях и комитетах. Ирия Андреев Владимирович Пастернак, профессор, кандидат исторических наук, директор православной свято-петровской школы, указывает, что географически они распределялись так. Крайний северный город Архангельск, крайний западный Варшава, южный Тифлис, восточный в европейской части России Екатеринбург, крайний восточный город за Уралом Хабаровск. И третий этап – это период кризиса общин на рубеже XIX-XX веков, когда возникло противоречие между целями РОК и существующим способом организации этого института. Тяжелый труд, требования от сестры милосердия, полного самоотречения. Она не должна была иметь семьи, свободного времени, имущества, денег. Все это не соответствовало статусу общин как светских организаций. Поле деятельности общин было сосредоточено на цели, которую ставило перед собой РОК – оказание медицинской помощи. В духовной стороне жизни сестер милосердия руководство уделяло все меньше и меньше внимания. Постепенно дисциплина в общинах начинала падать, и не имея возможности изменить установленные правила, многие сестры начинали их нарушать или просто уходили из общин. Кому будет интересна данная тема, предлагаю почитать заметки запасной сестры милосердия Красного Креста Татьяны Миркович, Санкт-Петербург, 1910 год, или лекции Олимпиады Анисима на Семенюта, попечительницы Благовещенского дома трудолюбия, а также Санкт-Петербург, 1910 год. Как пишет Андрей Владимирович Пастернак, например, во время русско-японской войны, 1904-1905 года, российский Красный Крест не смог обеспечить необходимое количество сестер милосердия, и в результате, чтобы восполнить недостаток персонала, общины вообще снизили требования к поступавшим до минимума. После революции 1917 года Институт общин сестер милосердия перестал существовать. В 1918 году декретом Совнаркома Главное управление Красного Креста было упразднено, и вместо него был учрежден Комитет по реорганизации общества. В заключении хотелось бы сказать несколько слов о роли сестер милосердия в жизни российского общества того времени. Появление общин сестер милосердия в Российской империи оказало большое влияние на развитие женского образования. Можно вспомнить, что первые высшие учебные заведения для женщин в России были медицинскими. Также повысился статус, роль женщины в обществе как активного, равноправного его члена. Высоко оценив самоотверженный труд первых сестер милосердия в годы Крымской войны и позднее русско-турецкой, передовая общественность, развернула дискуссию о предоставлении женщинам гражданских политических прав. Кроме того, всесословный состав этого института сыграл немаловажную роль в развитии процесса демократизации общества. Еще задолго то либеральных реформ 1860-70-х годов составители первых уставов общин сочли невозможным разделять сестер милосердия по сословиям. Таким образом, и сами общины, и курсы для сестер милосердия были одними из немногих учреждений в России, если не единственными, где графиня и мещанка были в одном статусе. И самое главное, общество их воспринимало как равноценных, равноправных. Также не стоит забывать о еще одной неотъемлемой черте отечественной культуры, о ее связи с православием. Многие женщины, приходившие в общины, воспринимали свой труд как христианское служение. Несмотря на то, что русская православная церковь не оказала большого влияния на развитие института сестер, и несмотря на то, что сестра милосердия часто представлялась как просто санитарный персонал, ассоциируясь с деятельностью Красного Креста. В общественном сознании и в художественной культуре, культуре второй половины 19-го, начале 20-х веков, все же доминировал образ сестры милосердия истинной христианки, приносящей утешение всем страждущим не только физическое, но и духовное. Подводя итог. Основателем движения «Сестер милосердия» был представитель католической церкви, писавшей «Милосердие» с большой буквы, рассматривая его как одно из имен Христа. В Российской империи церковный институт «Сестер милосердия» не сложился. Инициаторами его создания были светские лица, позаимствовавшие названия у католических общин, строгие правила организации у протестантских деканис, а присягу и ношение креста у сердобольных вдов. С этим связано расхождение между смыслом термина «Сестра милосердия» на Западе и в России. Тем не менее, для устроителей первых российских общин слово «милосердие» также означало прежде всего высшую христианскую добродетель. Именно этим объясняется организация деятельности сестер, труд и жизнь в общине, и требования к ним, безвозмездность работы, строгая дисциплина, полное послушание вышестоящим. И этим же можно объяснить своеобразие развития общины «Утолимая печаль», которое было тесно связано с личностью ее основательницы, княгиня Наталья Борисовна Шаховской. В следующей лекции мы рассмотрим историю создания общины «Утолимая печаль», основные этапы ее развития, организацию и поле деятельности «Сестер милосердия». Ждем ваших отзывов, вопросов, пожеланий по адресу электронной почты lefortovosobaka.mosmuseum.ru Наши новости и анонсы на события можно найти на страничке в фейсбуке. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...